Добрый день, друзья! С вами доктор Константин. Сегодня тема олимпися и рука следующая. Не менее, горло очень неприятное ощущение, вызывающее дискомфорт, а некоторых людей вызывает страх, панику. Они не знают, откуда в ножке растут... То есть у болезни растут ножки, простите. Частенько мы бежим в больницу, конечно, делаем выводы, но помните, уважаемый зритель, что не только западная медицина может вам помочь в этом, но и разумный подход в восточной медицине, а именно состояние меридианов, которые и контролируют горло, пожалуйста, обратите внимание, какие меридианы контролируют горло. Давайте перечислим. Меридиан желчного пузыря, меридиан желудка, почек, печени, сердце. Вот мы уже назвали. Передний, средний, задний, середний меридиан, олицетворяющий инь и янь в каком состоянии. Многие люди не знают. Что вы будете лечить? Ну, хорошо, давайте мы скажем, что западная медицина, а не менее горло, относит к алкоголизму частенько. Человек перепевает, и у него что? Сосуды горят. А потом уже сосуды так отказались, ну, скажем так, сотрудничать с алкоголем, что полностью заблокировалось в этом и онемение. Это сахарный диабет, тяжелое заболевание может проявляться с онемением горла. Это, конечно, опухоли всеразличные, болезни крови, а также переохлаждение, часто можно называть, онемение горла. Ну и, конечно же, отравление тяжелыми металлами. Но восточная медицина все-таки рекомендует вам сделать диагностику 12 меридианов и посмотреть, в каком же состоянии эти меридианы. которые простираются по горлу нашему с вами. Вот в каком же состоянии меридиан? Тонкого кишечника, толстого кишечника? Человек скажет, я не знаю, около 8 меридианов контролируют горло. Поэтому, уважаемый зритель, пожалуйста, на первом этапе при онемении горла рекомендуется сделать диагностику 12 меридианов, привести эти меридианы в норму. Это да, это не менее горло, след простыниты. Точка М, С, Син, долинь вам в помощь. Вы можете профилактическими, с различными массажными движениями, методом активизации массажа, активизировать данную точку, потому как болезнь находится далеко от данной точки. А все точки, которые находятся далеко от болезни, либо от очага болезни, что они тонизируются. Но, уважаемый зритель, я сразу говорю, вы можете помочь на первых порах, но все-таки необходимо провести диагностику, дабы увидеть, в каком состоянии меридианы, восстанавливать те меридианы. И данная точка М, С, С, вам в помощь. После диагностирования данная точка, если все 12 меридианов воспалены, либо группа меридианов, которые контролируют горло, воспалена, данная точка расслабляется, ну и автоматически, если диагностика показала 12 меридианов слабость, вялость, данная точка тонизируется. Ну и простыми профилактическими массажными движениями точка тонизируется при всех проявлениях онемения горла. Спасибо за внимание.